здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске у сша очередные проблемы с их любимым больным детищем истребителем f-35 счетная палата проверила финансы и пришла в ужас ах ты бродяга смертный ну что спорим что это правда или не совсем бессовестно вру рубрика у шойгу только ржавые ракеты программа истребителей 5 поколения f-35 производства американской военно-промышленной корпорации lockheed martin на 12 лет отстает от графика отчасти из-за покупки новых самолетов вместо поддержания боеготовности уже имеющихся об этом со ссылкой на документ правительственного наблюдательного органа сообщает портал defense news согласно выводам счетной палаты в настоящее время многие из f-35 не готова к войне так в марте 23 года уровень боеспособности всех f-35 составлял 55 процентов что значительно ниже целевого показателя в 70 процентов установленного для f-35 а и целевого показателя в 75 процентов для f-35 b и f-35 c по данным счетной палаты с весны 2019 года количество деталей самолета требующих ремонта увеличилась с 4300 до более чем 10000 в настоящее время ремонт детали занимает в среднем 141 день тогда как целевой показатель для этого параметра установлен 60 дней поскольку почти три четверти требующих ремонта деталей возвращаются их производителю офис программы f-35 в целях экономии времени предпочитают закупать новые детали по более высокой цене и самое интересное что все это они публикуют официально даже представить трудно что творилось бы в отечественных сми и благосфере если бы вдруг вышла новость о том что каждый второй су 57 находится в небоеготовом состоянии запчасти чинят по полгода вместо двух месяцев и поэтому минобороны вместо ремонта покупает новые детали а старые выбрасывает хотя это намного дороже да тут жуткий вой поднялся мы не только в стране но и во всех мировых сми а вот вышла такая новость про f-35 и нормально никто не заметил мол у них столько денег что они любую проблему залью долларами кстати что касается много денег если дефолта по госдолгу сша полгода назад каким-то чудом они избежали то шатдауна правительство по мнению обитателей капиталистского холма не удастся избежать точно принять новый бюджет они уже чисто физически не успевают поэтому дискуссии идут лишь о сроках то есть сколько именно не будет работать правительством пока что называют период от двух дней до двух недель но в том что шатдаун случится в конгрессе уже не сомневаются момента море моментально море самое смешное что в качестве некого сигнала свыше это ужасно неуспешная программа сама себя тормозит и не дает окончательно разорить всю эту странную систему американского впк но пентагон сопротивляется и упорно хочет дойти до разорения они живут сами говорят что с каждым годом по мере роста числа уже купленных самолетов и старение этого парка машин количество ежегодно меняемых деталей растет геометрической прогрессии еще недавно это было четыре тысячи триста в год а теперь уже 10000 и как раз по этой причине они не могут наращивать закупки и далее потому что бюджет и отведенные на закупку новых самолетов приходится тратить вместо этого на ремонт старых дэта половина все равно находится в небо и готовом состоянии и чтобы хоть как-то решить эту проблему пентагон даже не шлет на ремонт а просто покупает сразу новые детали потому что это быстрее хотя и дороже вот только это приводит к тому что фиксированный бюджет программы расходуются не на расширение парка самолетов а на обслуживание уже закупленных и все же американцы не сдаются ведь бюджеты сами себя не распилят чем больше машин купят тем больше денег успеют освоить оставшись в итоге с гигантским парком на летающих машин видимо это у них и будет считаться устойчивым решением запомните эту страну погубит коррупцию всего доброго сэр друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра на нашем канале новый выпуск не пропустите до новых встреч до новых встреч